Молитва — это не жалоба, молитва — это не донос на другого, понимаете? Моя соседка такая негодяйка, Господи, сделай себе что-то. Это не молитва, это доносы, это жалобы, это споры с кем-то еще. Молитва — это диалог. Ты должен говорить такие слова, вот это то, что я сейчас скажу, это очень важный момент. Запишите где-нибудь афоризм. Ты должен говорить только такие слова в молитве, которые раскрывают твою душу. Вот это будет молитвой, понимаете? Не надо Богу рассказывать, что с тобой вчера было и что с тобой позавчера. Бог и так знает, что с тобой было вчера и позавчера. Это не молитва. Молитва — это нечто иное. Будет ли для вас очень странным, если я скажу, что сегодня в духовном мире, в религиозном мире, в мире церквей, мечетей, синагог и так далее, и так далее, храмов, есть недостаток хлеба. Недостаток слова. Это будет очень странно звучать и звучит странно, потому что зайдите в любую церковь, в любое воскресенье, и не надо ждать воскресенья. Включи какую-нибудь запись, и на тебя такой поток изливается оттуда, отсюда, отсюда. То есть о каком недостатке хлеба я говорю? Ведь если отовсюду на тебя льется Бог, Христос, Душа, Спасение, Святой Дух, отовсюду. Но вы знаете, пророк говорит, что в последнее время, а многие из вас соглашаются, что сегодня в последнее время, будет недостаток хлеба, недостаток пищи. Знаете, сегодня люди находятся в разных местах, в разных общинах, в разных церквах, и то, что им дают с кафедр, или еще откуда-то, они думают, что это хлеб. Они думают, что это пища. Но как понять, то, что ты сейчас ешь, это действительно хлеб для тебя? То есть это питает тебя? Или нет? Остается ли у тебя ощущение голода? Или нет? Знаете, говорят хорошие диетологи, даже когда ты кушаешь, когда ты поел, у тебя в конце все равно должно остаться легкое такое ощущение, я бы сейчас еще чего-нибудь бы... Вот это норма. Это норма. Потому что если ты чувствуешь, что ты сыт, ты уже переел. Все, это уже отравление. Должно быть такое маленькое ощущение, как будто вот чуть-чуть вот чего-то, вот капельку чуть-чуть, я всегда вам это оставляю, если вы заметили. Нет такого, чтобы я вам прямо взял вот что-то и раскрыл до конца вот и до со всех сторон. Так, это не мой метод. Это неправильно просто. Потому что я не оставляю вам право пойти самому по этой дороге. Самому попробовать, самому потрогать, самому пощупать. А это нарушение. Бог не нарушает мою свободу выбора. Какое же я право имею нарушать вашу? Никакого. Абсолютно и совершенно. Люди голодные. Поэтому душу нужно питать. Вот как тело, все знают, нужно питать. Точно так же нужно питать душу. Душа питается хлебом, который называется словом. Вот это то, что ее насыщает. Добрый поступок. Это то, что ее насыщает. Доброе отношение, внутреннее отношение к человеку, ближнему. Это то, что душу насыщает. Это то, что ее питает. Это то, что дает ей расти. Потому что если вы не будете питать свое тело, вот с детства, а ну не давайте ребенку кушать. То же самое в духовном мире. Поймите, душа тоже растет внутри нас. А для того, для ее роста, нужна пища, нужен хлеб, нужен слово. А слово Бога такое, это заряд. Это как зерно, внутри которого невероятной мощности энергия находится. И когда ты ешь вот эту пищу, она насыщает, обогащает твою душу, душа начинает расти. Знаете, есть одно правило, библейское правило, и оно звучит немножко, может быть, странным образом. когда на человеке обнаруживалась проказа, то этого человека удаляли от общества. Его отправляли куда-то. Причем, что интересно, допустим, пять прокаженных, семь прокаженных, десять прокаженных, пятнадцать прокаженных, священник увидел у них одну и ту же болезнь, и он удалял их от общества, от храма. Но вы не думайте, что они, эти десять, пятнадцать человек в удаленном месте жили вместе. Такой поселок прокаженных. Такого не было. Каждого, каждого нужно было оставить наедине с самим собой. Потому что, во-первых, это не проказа в нашем современном смысле, в начале девятнадцатого века, в начале двадцатого, была известна вот такая проказа, там что-то, рука отваливается, нога... Это не такая проказа, которая описана в Библии. Это совсем другая. И причина, говорит тебе Библия, одна из причин, точнее, почему человек болеет вот этой болезнью, знаете, в чем причина? Злой язык, злоязычие. То есть, когда человек злоязычен, его нужно удалить от общества. Вспомните Мирьям, да, сестра, сестра Муше, удаляют за злоязычие. И я вам уже однажды говорил когда-то, что злой язык влияет не только на тебя и не только на того человека, против которого ты что-то говоришь, но из-за твоего злоязычия вся община стоит на одном месте. Это уроки, которые мы с вами можем увидеть, изучая, вот мы по субботам изучаем пяти книжек. Уроки. То есть, оказывается, из-за того, одно-одно Мирьям все общество стояло на месте и ждало вот это семь дней, пока Мирьям вернется. Теперь, почему нужно удалять человека от общества? Есть один важнейший, важнейший закон, важнейшее правило. И оно на нашем с вами языке будет звучать следующим образом. Если ты 20 лет входишь в церковь, это еще не значит, что ты автоматически стал хорошим, духовным, святым, послушным, мудрым, белосердным и так далее. Совсем не значит. Но по-другому этот духовный закон, если сформулировать, он звучит следующим образом. Почему удаляли от храма и от общества этого человека? Потому что в каком состоянии ты прикасаешься к святыне, а храм это святыня, да? Ты приносил жертвы, животных, ты исповедовался священник, ты соприкасался со святостью. Так вот, в каком состоянии ты прикасаешься со святостью, вот это состояние в тебе увеличивается. контакт со святостью увеличивает как хорошее в тебе, так и плохое в тебе. Поэтому мы можем увидеть огромное количество злоязычных и злых людей, которые по 30 лет ходят в церковь, страшно раздражительных, вечно всем недовольных, потому что работает духовный закон, тот, о котором я сейчас вам сказал. Поэтому на какой-то вот апостол Павел что говорил? Мы-то с вами не совсем верно на мой взгляд понимаем эту фразу, что он предал человека сатане во измождение плоти. Такой текст, чтобы дух был спасен. Понимаете, да? То есть человека нужно удалить от святыни, не дать ему это трогать, потому что это увеличит, ухудшит его, не улучшит, а ухудшит. Но когда ты работаешь в себе, о чем Христос говорит, об усилии, когда это усилие ты в себе начинаешь проявлять, когда в тебе происходит работа, и когда ты приходишь и соприкасаешься со святыней, эта работа в тебе тоже начинает усиливаться, она идет быстрее, работа над собой. Храм, святыня тебе помогает быстрее достичь результата. То есть, когда я 20 лет хожу в церковь, еще раз, или больше, это не прибавляет мне мудрости и так далее, и так далее. Но что мне это дает? Во-первых, я становлюсь великим спорщиком. Мне уже никто ничего не докажет. Никто ничего не докажет, наоборот, я сам всем докажу. У меня возникает сильное желание поспорить, чтобы показать свою правоту. Как вы думаете, кто выигрывает в споре? Тот, у кого больше и лучше подвешен язык, а совсем не тот, кто действительно углублен и знает. Совсем не так. Тот, у кого лучше подвешен язык, тот всегда побеждает в споре. Как у моего любимого Жванецкого есть фраза «Человек, который говорит, что я всегда прав, оставляет после себя горы трупов». Такая фраза. То есть, хождение в церковь в таком случае позволит тебе красиво оформить свою ложь, красиво оформить свое безразличие. Красиво и хорошо и грамотно цитатами рассказать, что это я ни при чем. Мои враги домашние мне. Они меня таким сделали. Я хороший сам по себе. А они вот такие негодяи. Есть хороший анекдот по этому поводу. Анекдот старый, может быть, вы его знаете, слышали. Когда человек где-то там, не знаю, в тайге или где, убегает от медведя разъяренного, который хочет его съесть и так далее. Он падает куда-то там в яму и медведь, значит, только-только должен туда спуститься, чтобы его, прыгнуть, чтобы его съесть. И в этот момент человек начинает молиться. Этот человек начинает молиться, как всегда, когда мы вспоминаем о Боге, когда. Когда уже, вот. Так вот, начинает молиться и говорит, Господи, я Тебя умоляю, исполни вот, вот, сейчас, последнее желание моей жизни. Пусть этот медведь, пусть этот медведь станет христианином. и медведь резко приходит в себя, что-то с ним случается. Он говорит, Господи, помоги мне принять, благослови пищу, которую я сейчас приму. Вот. То есть, он все равно это делает. Все равно. Но, но с другой мотивацией. Потому что, вы знаете, что все войны, которые происходили в мире, они все оправдывались Библией, Кораном, ведоми, и Бог знает еще чем. Это важно. Итак, злоязычного удаляют от храма. Потому что, там, в одиночестве, в изоляции, когда ты остаешься один на один с самим собой, и тебе некого больше злословить, первое время, да, вот они негодяи, они как они меня, как они со мной, как они посмеются. Но потом, со временем, не остается того, кого ты мог бы злословить, да, и тогда ты обращаешь внимание на самого себя. Тогда ты начинаешь думать, почему, если я такой хороший и всегда прав, общество меня отвергает. И в какой-то момент, возможно, с тобой что-то случается, и ты начинаешь понимать, слушай, ну не может быть так, чтобы миллион человек были плохие, или, а я один хороший. Ну не может так быть, да. В этот момент с тобой что-то происходит. Вообще, момент, который мы называем момент переворота, момент покаяния, переворота, поворота резкой, это всегда очень интересный момент. Потому что в эту секунду человек напоминает мне, вот знаете, кого-то взяли палку и по голове огрели. Вот он, первые секунды, он просто не соображает, что с ним происходит. Потом он постепенно начинает приходить в себя, да, как тот блудный сын, он пришел в себя. Это важнейший показатель того, что ты вот сейчас вернешься. Первое – это прийти в себя. Потому что до этого ты не в себе. Да, то есть не в смысле не в себе. А когда ты и твоя душа действуют параллельно друг к другу. Не произошло соединение, не произошло контакта тебя и твоей души. Вы перестали учить друг друга. И в момент, вот такой момент перелома происходит соединение, как бы соединение мужского и женского в тебе. Потому что в одном человеке, в любом человеке есть сочетание. Есть мужское и женское, да. Адам не был создан сразу. Так и так. Он был создан внутри себя. Он имел мужское и женское. Сказано, мужчина и женщина его сотворил. И что делает потом Бог? Вот эту его женскую составляющую из него вытаскивает. Но какую-то часть, видимо, оставляет все-таки. Я думаю, потому что очень много мужчин ведут себя как женщины. Смотрите, еще один вопрос. Откуда, вот в связи со всем этим, вот откуда может внутри святости, внутри вот такого общества, где все молятся, где все вот как-то размышляют, откуда там может появиться злоязычный, вообще откуда там может появиться зло внутри хорошего? Как оно, где этот механизм внутри? Змея как появляется в саду? Важный вопрос, который люди, ну, всегда задавали друг другу, потому что, ну, непонятно, что такое сад, ган-эден, сад эдена. Это слово эден, с одной стороны, обозначает, с одной стороны, удовольствие, наслаждение, вот то, что у тебя экстаз, может быть, не знаю, а с другой стороны, эй-эден еще обозначает еще не, да, сад, в котором еще не, еще ничто, а вот дальше каждый человек сам ставит, еще не, что-то сформировалось, или еще что-то не случилось, или еще не произошло, и так далее, или еще не стал человек сформировавшейся личностью, и так далее. Это, в Библии, Библия полна символов, при правильном, грамотном чтении тебе открывается столько, что даже, я даже не могу сравнить. Слово змей, вот вы сейчас поймете, откуда это принцип змей, по-русски читаем змей, ну змей-змей, как, причем змей, сад, какое отношение. А на иврите слово нахаш обозначает змей, да, но он от слова, от глагола ленахеш, значит догадываться, догадаться, угадать. То есть змей нахаш происходит от слова догадаться. То есть змей это тот, кто догадался, что в человеке. Змей тот, кто догадался, что человек хочет, но скрывает. Потому что, когда человек, то есть Адам, подходит к животным, дает им имена, что он делает? С одной стороны, он видит их сущность, и согласно их сущности он их называет. Потому что имя это что? Это цель, мы с вами говорили, да? А с другой стороны, это проявление власти. Ребенок не сам себя называет. Ну, может быть, Эвель сам себя назвал, потому что мы не видим, что его мама назвала Эвель. Каина, да, назвала мама Каин. А Эвель, скорее всего, мы уже говорили, у нас был урок, он назвал себя сам Эвель. Потому что он видел всю суету, Эвель, суета, сует. Помните, да, знаменитое выражение, да? Эвель, Эвелим, Эвель, Эвелим. То есть, суета, сует. Эвель сам себя назвал суетой, паром, вот таким вот проходящим, таким вот невечным, каким-то таким вот дымком, который тут же уходит, ускользает. Потому что он понимает, что если Каин целый день борется с землей, сажает, пашет и так далее, и так далее, зачем? Ведь Бог проклят, земля проклята. Не Бог проклял землю, а проклята земля из-за тебя. Зачем возиться с проклятым? Давай я лучше буду коз, овец спасти. То есть, это такая психология. Там конфликт, дай Бог каждому, точнее, не дай. Там не так, что Эвель весь пушистый, а Каин прям негодяй. Нет. Там оба дали друг другу серьезный повод к этому самому делу, к конфликту. Так вот, змей догадывает, что нужно человеку. Он догадывается, что в человеке. Он догадывается о скрытом тайном желании человека уйти и создать свой мир или жить так, как я хочу. Но я не могу жить так, как я хочу, потому что вот он Бог, я его боюсь. Понимаете? Поэтому создается ситуация, создается важная ситуация, когда, что происходит? Когда человек остается сам с собой наедине. Один современный раввин, Рав Гиссер сказал такую фразу. Зло приходит через тех, кто к нему готов. Кто сделал себя проводником зла еще до того, как зло пришло. То есть, это не просто так, Юда, вот знаешь, так, кого бы выбрать? Один кто-то должен предать. Да, давай-ка, ну, не ты, ладно, вот пусть Юда. Так не бывает. Значит, внутри Юды уже что-то было, уже что-то сломалось. Он уже стал проводником, он уже стал, был готов к этому. Поэтому пришло через него, а не просто, ну, через кого-то, надо же было. Это неправильная позиция. Среди 12, видите, есть дыра в заборе. Всегда есть дыра в заборе. Поэтому 11 должны встать в пролом, то, что называется, чтобы защитить свой дом, свое общество, свой храм и так далее, и так далее. Знание, добра и зла, смотрите, Адам падает. Почему он падает? Потому что падает с того уровня, где он находился. Само по себе знание добра и зла это очень высокий уровень. Ведь это хорошо и правильно, и мудро, когда ты знаешь, что добро и зло. Разве это не мудро, это низкий уровень? Это очень высокий уровень. Но для Адама этот уровень был падением. Потому что он жил не в мире добра и зла, а жил он в мире воли Божьей. И когда он решил, что к воле Божьей можно подмешать и мою, он падает с этого уровня на уровень добра и зла. Он уже начинает жить в этом мире. Поэтому для Адама это падение. Это для нас надо еще добраться до этого уровня, чтобы различать добро и зло. А для Адама он сверху падает, для него это падение. Это падение. Все это внутри него было, все это внутри него рождало, все это внутри него присутствовало. Поэтому возникает змей в саду. Змей в саду. Потому что все, что появляется в саду, это дела Адама. Это дела Адама. Это его мысли, это его чувства, это его желания. Это такой сад. Это сад, где сбываются все твои мечты, все твои желания. Сегодня, после вот этого греха Адама, как мы с вами говорим, в религиозном мире очень часто услышат такие слова «Нам нужно спастись». «Ты спасся?» «Нет, а ты спасённый человек?» «Нет, а ты как? Что ж ты терпишь? Давай быстрее иди, спасайся. Приходи через 10 минут, сериал начнётся. Иди быстро спасать». В чём спастись, друзья? Что значит спастись? Вот когда я задаю вопрос, от чего тебя пришёл спасти Христос, как правило, люди начинают, ну, начинают, вот как я сейчас, ну, может быть, вот не знаю. То есть это термин, который стал уже настолько шаблонным, уже настолько избитым, что мало кто вообще задумывается. Люди вообще мало задумываются. над тем, что они говорят. А над такими вот шаблонными терминами, да, Христос должен быть твоим личным спасителем. Что такое личный спаситель? Объясни пока человеку. Он не должен, как попугай, услышав, передать, услышав, передать. Он должен осознать в себе, что это значит. Что это значит? Что значит спастись? Этот мир плох, убегай. А у меня возникает вопрос. Господь Бог создал меня и посадил меня в этот мир, чтобы я из него убежал? В этом спасение. Друзья, в чём оно? В чём спасение? Когда я понимаю миссию, когда я понимаю то, ради чего я сюда пришёл, когда я вижу цель, которая передо мной поставлена в высшем мире, поэтому я сюда пришёл, и я к этой цели иду, и я её достигаю, вот это и есть спасение. Спасаться нужно от бессмысленности твоей жизни, от бесцельности. Когда твоя жизнь обесценена, вот тогда тебя надо спасать. А иначе Христос говорит, я не пришёл к здоровым. К одному раввину пришёл человек и говорит, Рэбе, я устал, я больше не могу. У меня там сложности, у меня тут сложности, у меня дети, у меня там соседи, у меня работа, у меня вот я, 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 я. И тогда этот раввин говорит, ну, для начала перестань якать. Ты всё время говоришь о том, что тебе нужно. Но подумал ли ты хоть раз о том, зачем ты нужен? Ты зачем нужен существованию? Друзья мои, если бы мы с вами не были бы нужны миру, мы бы никогда не появились на этот свет. И вот найти то, ради чего я сюда пришёл, ради какой цели меня сюда послали, вот здесь будет очень большой шаг вперёд в моей жизни, потому что в мире Бога случайностей не бывает. Я не мог случайно появиться в этом месте, или случайно в этом городе, или случайно в этой семье, или случайно в этой стране, или случайно, или случайно. Не бывает. Как понять, в чём моё предназначение? Это вечные вопросы. Я не говорю, что я сейчас прям отвечу вам на все вопросы, в чём смысл жизни, я тут же вам отвечу. Нет, этого не будет. Этого не будет. Но есть одно правило, как сказал один человек, когда ты видишь, что нужно что-то делать, а этого никто не делает, значит, вот в этом и есть твоя миссия. В этом и есть твоё предназначение. Когда ты видишь, что нужно что-то сделать, что-то исправить, но больше никто этого не делает, вот это значит, ты ради этого и сюда пришёл. Можете этим ключом воспользоваться, если он вам подойдёт. Можете оставить соседу. Скажи, это не мне, это вот тебе. Слушай внимательно. То есть с библейской точки зрения спасение – это знаете что? Это когда ты вернулся из рассеяния, когда ты внутренне был расколот на много-много-много частей, тебя собрали в одно целое. То есть спасение с библейской точки зрения – это приобретение святости, когда ты обретаешь святость. В первых главах книги «Бытия» сказано, вы помните, что не было дождя ещё на земле, потому что ещё не было человека на земле. Как это объяснить? Почему не было дождя? Потому что не было человека. Потому что никто не молился о дожде. Как странно, да? Дождь – это явление физическое. Испарение – то, другое, третье, четвёртое. Оказывается, дождь очень во многом зависит от нашей молитвы. Причём дождь не только лишь в смысле физического дождя. Дождь – это когда на тебя изливается сверху. Когда небеса проливают на тебя то, что у них есть. То, что в них есть. И это приходит к тебе, это приходит на тебя, это становится и внутренней твоей частью, и внешней твоей частью. Мы много говорим о любви, о милосердии, о милости, но с уважением ли мы относимся к заповедям Бога? Я намеренно связываю эти две вещи – любовь и уважение к заповедям, потому что сам Христос это говорит. Любишь меня? Поэтому Христос, я люблю тебя, я так тебя люблю, я так тебя люблю, прям, ну, не знаю, утром встаю, люблю тебя, вечером люблю тебя. Но Христос тебе говорит такую вещь. «Любишь меня?» «Да, исполни мои заповеди». Есть такое слово, с этим ничего не поделаешь. «Любишь меня?» «Исполни мои заповеди». Оказывается, любовь к Богу можно выразить чем? Исполнением Его слова. Я вам сейчас сделаю одно такое, такой шаг в сторону вместе сделаем. Каждый еврей, который просыпается утром, произносит молитву, вы знаете, благословение. И один из пунктов этой молитвы звучит следующим образом. «Господи, я благодарю Тебя, ну, что Ты мне вернул душу, все-все-все утром, да, это новая возможность, новый день. Он говорит, «Я благодарю Тебя, что Ты не создал, не сделал меня женщиной, что Ты не сделал меня рабом, и что Ты не сделал меня гоем». «Гой» — это язычник. Теперь, при поверхностном таком взгляде можно даже возмутиться. В лучшем случае улыбнуться, посмеяться, в худшем случае возмутиться. Как это так, что Ты ортодоксальный еврей, просыпаешься утром и говоришь, «Спасибо тебе, что Ты меня не создал женщиной», значит, что быть женщиной — это дискриминация, это еще что-то, «Что Ты не сделал меня рабом, а что, рабы не люди?» «Что Ты не сделал меня язычником, а что, язычники не люди?» Вот такое может возникнуть мнение, ощущение при поверхностном, просто когда ты просто прикасаешься. Но такие поверхностные выводы можно сделать всегда, когда ты просто поверхностно прикасаешься. Но когда ты идешь внутрь, ты видишь важный момент в этих словах. Женщина, значит, вы знаете, что есть заповеди «да» и есть заповеди «нет». То есть заповеди, которые предписывают что-то делать, «помоги», «люби», «принеси» и ещё что-то. А есть заповеди «нет», то есть отрицательные, «не делай этого», «не ходи к гадалкам», «с идолами не имей ничего общего», «не ходи на пути к язычникам и не садись с ними там, потому что, потому что». То есть женщина обязана исполнять только запретительные заповеди. То есть заповеди, которые нельзя исполнять, она тоже их обязана исполнять, которые нельзя. И также она обязана исполнять только те заповеди повелительные, «да», заповеди «да», которые не привязаны ко времени. Ну, почему это чисто физиология? Допустим, сейчас время прийти в храм, вот сейчас в храм надо прийти, А у неё, значит, определённый цикл она не может. Всё, она имеет свободное право остаться дома. Поэтому с женщиной и так. Вы знаете, что Бог обращается к Аврааму и говорит, что во всём, что говорит тебе Сара, твоя жена, слушай голоса её. Теперь, отсюда не следует, что нужно исполнять то, что женщина говорит. Это слово не об этом. Понятно, да? Это не об этом. Во всём, что говорит Сара, жена твоя, слушай голоса её. Не слов, голоса. То есть слушай то, почему она тебе это сейчас говорит. Потому что женщина – это зеркальное отражение мужчины. Мы помним, как она создаётся. Не помощник, соответствующий ему, а там сказано «эзерканикдо», что обозначает «помощь против него». Помощь против него. То есть, из этого можно сделать много выводов, но один из выводов – оппозиция кому-то очень часто играет положительную роль для того, чтобы ты увидел в себе недостаток, исправил его, преодолел его и так далее. Это очень важный момент. В связи с этим, я историю, которую вам расскажу. Молодая пара, а не только-только… Это еврейское местечко какое-то, я не помню, где-то в Украине, по-моему. Молодая. И вот они первый шаббат их жизни должен случиться после свадьбы. Первый шаббат. А согласно этому, женщина должна, уже хозяйка дома, должна приготовить специальную, такой чон-то называется, мясной такой, типа соуса. Ну, грубо, грубо, мясной соус. И вот она заранее, за неделю до этого пошла договорилась с тем, что кусок мяса он ей оставит. Пошла договорилась с тем, что там зелень ей оставит. Что там это, это, это. В общем, в пятницу она всё, готовила, всё приготовила. Чудно-чудно, здорово. И вдруг на полочке над её плитой был бидон с молоком. Кошка пробежала, и этот бидон 2 литра в этот самый соус. Теперь ясно, что это уже всё. Потому что, согласно традиции, мясное с молочным ни в коем случае нельзя. Единственное, что можно, это молочное не должно превышать одну шестидесятую. То есть, если, грубо говоря, 6 литров эта кастрюля, то максимум, сколько может быть там молока, максимум, случайно попасть, примерно, ну, 100, до 100 миллилитров, да? Примерно. А тут 2 литра. И вдруг жена, это все евреи знают, это с молоком матери они это воспринимают. И вдруг эта молодая жена говорит своему молодому мужу, пойди, говорит, к равину и спроси, это, говорит, кошерно или нет? Он говорит, слушай, ты, что ты меня спрашиваешь? Это я сейчас приду, я закончил школу, где это правило номер один. И ты хочешь, чтобы я сейчас пришёл к равину и при всех спросил, что 2 литра молока в 6-ти литровый это кошерное, ты смеёшься надо мной? Она говорит, вот иди спроси, вот иди спроси, ты меня не любишь, иди спроси, если ты не пойдёшь, значит, ты меня не любишься. Ну что, пошёл, пошёл, приходит к равину, говорит, рымнётся. Как спросить это? Сидят ученики, он спрашивает, рэбэ, у меня вопрос, ну, извините, говорит, вот 6 литров кастрюля, 2 литра молока туда вылилось. Это, говорит, кошерное или нет? Все ученики со смеху попадали, говорит, это шутка, ты сейчас, говорит, шутить пришёл, у нас урок, иди, потом пошучу. Тот рэбэ на неё посмотрел, говорит, о, это, хороший вопрос, нужно подумать. Ученики были в ужасе, в шоке. Что он говорит? Он нас всегда этому учил, он нас этому учил. Сейчас он говорит, подожди. Он говорит, посиди тут, я через полчаса вернусь. Он ушёл на полчаса, он возвращается через полчаса и ему говорит, этот соус кошерный можешь свободно кушать. Приходит домой весь просто в каком-то смысле, он говорит, знаешь, рэбэ сказал, что это можно кушать. Он говорит, вот, я же тебе говорила, слушай всегда то, что тебе говорит жена. Это не конец. Прошло лет 20, прошло лет 20, и этот раввин уже взрослый, и этот мужчина у него уже там, дети и всё, и всё. И он, говорит, подозвал раввин этого мужчину, говорит, слушай, да, слушай, говорит, помнишь, что, 20 лет назад ты ко мне пришёл, первый ваш шаббат семейный, совместный, и ты меня спросил вот насчёт молока и мяса, можно ли это кошерный, жена попросил. Он говорит, да, помню, рэбэ, но я до сих пор не понимаю, как? Я не могу понять, я ломал голову всё эти 20 лет. Я тебе сейчас расскажу. Он говорит, как ты думаешь, куда я пошёл, пока сказал тебе, подожди, куда я пошёл? Он сказал, я пошёл к нашему молочнику и спросил, в какой пропорции он разводит молоко водой. Молочник мне сказал, рэбэ, если я вам сейчас скажу, сколько воды я наливаю в молоко, никто у меня это молоко больше не купит. Поэтому, поэтому, он говорит, он говорит, поэтому, что ты можешь смело это кушать, потому что в этом молоке одна вода, там молока практически нет. но у этой истории ещё второй, двойной смысл. Второй смысл какой? Он говорит ему, я лично тебе очень благодарен, что ты сразу понял, что то, что тебе говорит женщина, нужно делать. Потому что обычно это понимают через 20 лет, проходит через конфликты, через все, ну, через что? И тогда понимают и говорят, ладно, делай, что хочешь. Так ты понял это сразу. Так вот, ты молодец, тебе аплодисменты. Вот такая, вот такая история, это я вам хотел так, между делом, что вас немножко, так, да, разбавить водой вас. Раб, раб, обязан исполнять только, только запреты. То есть, ещё меньше заповеди ему. А гой, язычник, обязан исполнять семь знаменитых заповедей, которые мы с вами можем прочитать в книге Берешит, в книге Бытия. То есть, смотрите, заповеди идут на убывание. Это делает запретительные и часть разрешительных, это делает только запреты, а это вообще семь. То есть, идёт вниз. То есть, что говорит каждое утро благочестивый, ортодоксальный еврей Богу? Он говорит не то, что женщины и рабы, и гои плохи, а он говорит спасибо тебе, Боже, что ты мне дал возможность исполнить все твои заповеди, что я могу исполнить даже дополнительные, которые они не могут, а я могу, я благодарю тебя за это, за то, что ты даёшь мне возможность исполнить твоё слово. В еврейском мире есть такие слова, такая фраза, такая поговорка. Как вы думаете, что может быть наградой за исполнение заповеди? Ну, мы как скажем, благословение, там, урожай хороший, там, ещё что-то. Евреи говорят так, награда за исполнение заповеди, заповеди, ещё одна заповедь. Потому что это ещё одна, каждая новая исполненная заповедь, с его точки зрения, это ещё одна возможность сказать Богу спасибо. Это ещё одна возможность показать и проявить свою любовь к Богу. Потому что чем больше ты исполняешь, видите, это связано с любовью, Христос говорит, любишь, исполни. Поэтому больше исполняешь, больше любишь. Поэтому он благодарит, благодарит каждое утро. И для него заповеди, как мы сегодня думаем, это не лишний груз, который они тащат, тащат, тащат. Нет, это радость. Радость от того, что ты можешь исполнить. Поэтому, смотрите, вот, эта армия, вот, книга Левит начинается с того, что и призвал Бог, Мушей, и воззвал. Это призыв в армию. Призыв. То есть, поэтому евреи в этом смысле слова, как народ священник, среди других язычников, играет роль, как мне понравилась одна фраза, он сказал, мы спецнац Всевышнего. То есть, мы исполняем то, благодаря чему весь мир живет. Мы помним, в праздник Суккот, я вам уже об этом говорил, праздник Кущий, в храме была такая традиция, приносилось 70 быков. 70 быков за 70 народов мира, языческих народов мира. Это благословение для каждого народа. И поэтому воин, который находится на войне, который защищает свою страну, свой дом, своих детей, свою веру, свое, не знаю, все что угодно, на нем вся нагрузка, потому что именно благодаря тому, что он воин там, я здесь живу безопасно. Поэтому важны люди, которые стараются исполнить Слово Бога во всей его полноте, потому что они таким образом защищают не только самих себя, от тех людей, которые за ними стоят, прежде всего их семьи, дома, родину, страну и так далее. Это важный принцип. Помимо того, что это показатель любви, это еще и способ защитить. Потому что это такую форму общения с ним выбрал сам Бог. Он не сказал, знаешь что, вот выбирай, как хочешь, так мне служи. Если бы было так, хотя, глядя сегодня на огромное количество, ну, мы говорим о христианстве, христианских церквей, может создаться такое впечатление, у кого-то Бог сказал, что служи мне, как хочешь. Хочешь исполняй, хочешь не исполняй, хочешь люби, хочешь не люби, хочешь это, хочешь то, и вот много-много разных. Нет, Бог выбирает определенный путь, говорит, что это способ со мной связаться, если ты хочешь набрать мой номер, то исполнение заповеди это и есть номер моего телефона. Это способ связи с ним, способ связи с Творцом. Еще, еще мне опять же понравилась фраза и слова того же человека, он сказал, что человек должен жить так, чтобы, вот внимательно, человек должен жить так, чтобы, глядя на него, было понятно, что Бог есть. Вот это удивительные по своей важности, это уникальные по своей важности слова. Слово заповедь нам с вами, ну, почти, почти, что ни о чем не говорит. что мы слышим, когда мы слышим слово заповедь? Заповедать, да, ну, не знаю, что, по-грузински может как-то это будет звучать, не знаю. Но слово заповедь, которое записано в Библии, это слово митсва, вот это очень интересно, очень глубокое слово. Оно, как вы думаете, что оно может обозначать? Слово митсва связано с арамейским словом цафта, что обозначает связь или звенья в цепи. Вот есть цепь, ведущая к Всевышнему, и по этой цепи, звено за звеном, ты идешь по этой цепи к нему. И вот каждая заповедь это еще одно звено, которое ты проходишь или прошел в этой цепочке на пути к Богу. Поэтому исполнению заповеди нужно радоваться, а не говорить, что еще одна заповедь, ну сколько можно, сколько можно. Вот так нужно смотреть на вещи. Так нужно вещи видеть. И так нужно этим вещам учить своих детей. Это важнейший момент. Когда я услышал вот эти слова, очень знаменитые слова, но почему-то до моих ушей они дошли очень-очень поздно. Он сказал так, если не разговаривать, о Боге со своим ребенком, если не разговаривать о Боге со своим ребенком, то потом придется много говорить с Богом о твоем ребенке. Это удивительные по своей глубине слова. Потому что потом, через 20 лет, ты будешь долго говорить «Господи, ну почему мой сын такой? Ну почему мой ребенок такой? Ну почему он так? Да дай ему ну почему он так сделал? Почему он так сказал? Поэтому очень важно, как говорится, вовремя это увидеть, вовремя это почувствовать, вовремя нажать на нужную кнопку. Вовремя это один разговор, но что касается нас, вовремя избавляться от тех внутренних чувств, которые нас переполняют. Одно из самых больших и часто встречающихся чувств чувств. В общине оба оба видите. Причем внимание может быть разное. Разное, любое внимание. Тебя обделяют. На тебя не посмотрели, про тебя не сказали, на тебя не указали, с тобой не посчитали, с тобой не поздоровались, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Вот это в человеке накапливается. Но это одно из самых разрушительных, самых разрушительных качеств, которые есть в человеке. Это, как говорят, бомба замедленного действия. И если эту бомбу временно не остановить, не обесточить, так скажем, то она непременно взорвется. И все твои башни, которые ты строил, это и хорошо с одной стороны, которые ты строил долгие-долгие годы, все они развалятся. Потому что, как правило, мы с вами строим Вавилонскую башню в отношениях с Богом. Что значит Вавилонская башня? Что значит, когда у людей был, во-первых, тоталитарный режим. Вот эта история, которая описана с Вавилонской башней. Здесь нам показан обычный, стандартный, примитивный, тоталитарный режим. Когда человек ради идеи идет на все. Когда человек ради идеи жертвует всем. Идея главная. Люди, это винтики. Не будет, вот ты уйдешь, на твое место придет другой человек. Это винтики. В чем идея башни? Идея башни была создать такую систему. Создать такое общество, в котором Бог... Нет, Бог-то есть. Мы не против, что Бог есть. Ведь башня-то, мы, говорит, создаем до небес. Мы знаем, мы признаем, что Бог есть. Но мы создаем свою, мы хотим создать свою параллельную Богу реальность. Мы хотим жить. Мы признаем, что ты есть. Но мы хотим жить по своей системе. Мы хотим жить по своим методам. По тем правилам, которые мы хотим и которые нас устраивают. Поэтому ты живи отдельно, в нашу жизнь не лезь, и мы в твою жизнь тоже не будем лезть. Будем жить отдельно. Причем это очень глупо само по себе. Идея, в чем ключ, в чем психологически точная вещь. Как, допустим, советская система. Наша цель коммунизм. И строй, его можно строить веками, тысячелетиями. Никогда не построишь. То же самое Вавилонская башня. Как можно построить башню до небес? Сколько бы ты ни строил, все равно ни до чего ты не достроишь. Это будет идти, идти. То есть это как вечный проект, который никогда не заканчивается. И проект это должен объединять. Эта идея должна объединять в себе людей. И сказано, что у людей был язык один и речи одни. То есть люди, люди все понимали, то есть им объяснили. Вот эту идею в них вдолбили. И они строят то, что им сказали. Вот я тебе, с чего я начал? Я тебе говорю, что то, что сейчас я говорю с кафедры, это и есть хлеб. Все, питайся им, свою душу. И ты пробуешь, пробуешь. А внутри себя ты признаешься. Слушай, этот хлеб меня не питает. Он не питает мою душу. И я начинаю себя накручивать. Значит, со мной что-то не то. Со мной что-то не так. Нет, не с вами не так. Это не хлеб просто. Поэтому он не питает вашу душу. Душа всегда чувствует, когда ты ее питаешь. Обязательно. Что делает Господь Бог? Это очень странная фраза. Спущусь и посмотрю. Так ли это? Что значит спущусь? Вы знаете, что в Библии очень много вещей. Это называется по-умному антропоморфизм. То есть когда Бог сравнивается с чем-то или кем-то при помощи человеческих аналогий. То есть протянул руку, что у Бога рука есть. Или увидел, что у него глаза есть. Или вспомнил, что у Бога память есть. А может и не быть этой памяти. Что значит Бог вспомнил? Как может Бог забыть? Это человеческие аналогии. Мы должны это понимать. И вот фраза «Бог спустился» обозначает… Что это обозначает? Смотрите. Их учили, что нужно на все смотреть вот так и никак иначе. Живите в черно-белом мире. Вот Ной. В каком мире он жил? В черно-белом мире. Бог сказал «встань». Он встал. Бог сказал «всядь». Он сел. Бог сказал «построй ковчег». Он начал строить. Ему дела нет, что там люди умирают. Не имеет значения. Абсолютно. Плюс я вам говорил, что в Библии там столько тонкостей, столько деталей, столько намеков, что когда он вошел, Бог ему сказал «войди в ковчег». Он вошел в ковчег. И все. Вошел и все. Дверь оставил открытой. Такой человек. И закрыл Бог за ним дверь. Понимаете, да? То есть человек настолько абсолютно несамостоятельный с одной стороны. А с другой стороны он читает, что скажет Бог «сделаю». Скажет Бог «пойди к ней доброе слово ей скажи». Пойду скажу. Не скажет, что ли это она мне не нужна. Это позиция Ноя, который жил в черно-белом мире. Есть в вашей любимой книге в Талмуде. Есть два типа праведников. Праведник в шубе. Это образное выражение, да? Понятно. Здесь буквально не понимаю. Праведник в шубе и праведник у огня. Чем они отличаются? Когда первый чувствует холод, он одевается сам. Я спасусь. Я буду следовать заповеди Божьей, но я спасусь. А вы до меня никакого дела нет. Что хотите, делайте. Хотите, вон, берите там, найдите шубу, спасайтесь. Это такой тип праведника. Вот я и все. Главное, что я, моя душа. А праведник у огня, у костра, это другой тип праведника. Когда он чувствует холод, он разжигает костер, чтобы пришли другие люди и грелись. Вот Нуах – это первый тип праведника. Праведник в шубе. Авраам – это принципиально другая праведность. Это праведность у огня. Поэтому Нуах живет в черно-белом мире. У него есть только черное, и у него есть только белое. Нет у него этих вот… Виноват, все, судим. Судим. Сказано, Нуах ходил с Элогим. С ним. Да, Элогим. Напомню еще раз, что есть два самых главных имени. Это категория суда, это левая рука. Это имя Элогим, слово Элогим, которое нам переведено как Бог. Есть правая рука, принцип милосердия. Это четырехбуквенное имя Бога, которое неправильно переводит, как Иегова. Ну, понятно, что имеется в виду. Четырехбуквенник. Это принцип милосердия. Так вот, Нуах ходил с левой стороной, со стороной суда. То есть он за справедливость. Я не говорю, что он плохой человек, он за справедливость. Сделал плохое, достойен наказания. Все, сам, ну, вина. В следующий раз так не будешь делать. Авраам другая, другая праведность. Он говорит, да, он плохое сделал, но умоляю тебя. Вдруг там будет, вот как ты разве смотришь. Помните, я вам даже говорил, что Авраам в разговоре с Богом позволил себе то, что не позволял себе, может быть, никто из праведников. Он сказал, Муршер еще дальше пошел, но Авраам употребил такое слово. Он сказал, не то, что нам переверет, недостойно тебя, чтобы ты покарал праведников. Он произносит такое выражение, халила леха. В случае, позор, стыд и позор тебе. Если ты допустишь, чтобы праведник и грешник все там смешались и наказать, позор тебе. Вот такое выражение использует Авраам. И Богу это нравится. Не в смысле, что Бог любит ругань, а в том смысле, что Богу нравится, что человек заступается за других человек, людей, пусть даже грешников. Он заступается, и он просит, и говорит, давай вот так. Ног нет, сделал, все. Украл, выпил, тюрьма. Помним, да? Все. И поэтому, когда... А Бог изменяет. Для чего нужен ковчег? Для чего Ноах целый год плавал в ковчеге? Потоп давно закончился. Зачем? Ноаха нужно было, самого Ноя нужно было изменить. Его самого. Поэтому, когда он оттуда выходит, у него возникает желание сделать то, что ему Бог прямо не сказал, что я не сделал. Он выходит и делает себе, приносит жертвоприношение. Делает жертвенники сам, по своей инициативе. Понимаете? Этот год внутри него был переломным. И Бог, показывая ему, что Ноах, теперь этот мир, в котором ты начинаешь жить, и тот мир, в котором ты раньше жил, вот здесь, это будет два разных мира. Если там ты жил, в черно-белом мире, то теперь вот тебе символ того, каким будет новый мир. Радуга. Теперь твой мир будет цветной, с оттенками, с разными ощущениями. То есть Бог ему говорит, нельзя мыслить такими категориями, какими ты жил раньше. То есть потоп, это не то, что наказание человечеству, а это исправление Ноя. Хотя, как мы с вами видим, таких людей до конца не исправишь. Виноградник, это история с его сыном, это история с тем, что он проклинает не сына, а... Ну и так далее. Так вот, почему я вам это говорю? Очень важный момент, когда мы с вами избавляемся от того внутреннего, которое в нас есть. И если этими людьми двигала одна идея, что идея главная, а человек потом, Бог, который спускается вниз, и они начинают думать по-разному. Понимаете? Они начинают, что значит, перестали понимать друг друга. Они начали разговаривать на разных языках. Не в смысле этот на китайском, тот на французском. Нет, они на народы были поделены еще раньше. И это большая ошибка, думать, что народы, деление на народы, произошло вот с этого момента в Вавилонской башне. Ничего такого. Это одиннадцатая глава книги Берешит, книга Бытия. Но в десятой главе, до этого, уже было сказано, что люди поделились на народы. Уже сказано. А поверхностное чтение, знаете, как мы Библию читаем? Поверхностное, вот так вот. О, с Вавилонской башни прошло деление. Ничего такого. Просто когда они видят, что люди перестали понимать друг друга, они это буквально воспринимают. Что ты перестал понимать. Они перестали понимать язык друг друга. То есть мысли, то есть зачем? Они перестали видеть смысл в этом строительстве. Потому что что такое, когда Бог спускается на землю? Что происходит? Откровение приходит. Откровение. Бог дает откровение. И каждый человек из нас настолько особенный, что он реагирует на это откровение. И в нем пробуждается то, что свойственно именно ему. Потому что каждый человек индивидуален. И он вот эту струнку своей души, как сегодня уже сказали, он ее ощущает. Она у него начинает вибрировать. И он понимает всю бессмысленность вот этого строительства ради какой-то непонятной цели, параллельной реальности с Богом. Ну что это? Глупость. Человек вот это понимает, и каждый идет своей дорогой. Это глубокий. Но каждый из нас с вами строит внутри себя вот эту Вавилонскую башню. По кирпичикам. По, не знаю, камушкам. И думать, что это и есть мир Божий или царство, которое я строил, или которое строится внутри меня. Помните, царство Бога строится на любви. А любовь, как ее показать? Вот сказано, что вот как узнают, что вы мои ученики? Вдруг вы ученики, я не знаю, кого-нибудь еще. Как? Он сказал, когда вы будете любить друг друга, все поймут. И мне самому вы будете показывать, что вы мои ученики. А как я буду любить? Что значит любить друг друга? Ну, каждый день я буду говорить, вот я тебя люблю, я тебя люблю. Об этом речь? Нет. Он говорит, любишь меня, исполни мое слово. Поэтому любовь выражается в том, что ты исполняешь его слово. Не исполняешь, не любишь. Нет, ты думаешь, что любишь, но ты не исполняешь. Помните, вам нужно не просто называться детьми Бога. Но быть – это другое качество. Я себе думаю, что я вот как бы, ну все. А ты не являешься им. И чем раньше разрушишься? Конечно. Чем раньше в тебе происходит вот это… Смотрите, с одной стороны это строительство, когда ты строишь в себе идола, у Бога все так. Вот все плохое, что у тебя есть, он использует в хорошую сторону. Поэтому чем раньше ты начнешь строить или у тебя уже построена башня, тем быстрее она разрушится, тем быстрее спустится Бог. Ты получишь вот это слово, ты получишь вот это откровение, которое тебе покажет, кто ты и в чем цель твоей жизни. Нащупать. Найти эту цель в своей жизни. Цель и смысл – это не всегда одно и то же. Смысл моей жизни я могу найти и сам. Вот я буду жить ради моих детей. Вот все. Я себе выбрал смысл жизни, и я буду жить во имя своих детей. Или во имя еще чего-то. Или во имя… Но цель – это то изначальное, когда ты еще не родился, когда твоя душа еще не пришла в этот мир. Бог эту цель изначально вкладывает в твою душу. И так ты спускаешься на землю. Что мне нужно, чтобы эту цель увидеть? Раскрыть свою душу. Раскрыть. И цель, она там, внутри. Она лежит внутри, но душа закрыта наша, закупорена вот так. Нам не достучаться до нее. И когда ты раскрываешь свою душу, ты видишь то, что там есть. То, что туда заложено изначально Богом. Древние греки говорили такие слова. И эти слова были настолько известны, что говорят, что они были написаны прямо на входе в храм Аполлона. Слова эти звучали так. «Человек, познай самого себя». Что это означает? Это означает, что прежде чем… Или цель вот этого храма, в который ты сейчас заходишь, не в том, чтобы ты, я не знаю, расслабился, выпил чашечку кофе в этом храме. Цель в другом. Цель в том, тебе изначально даются познать самого себя. Я вам скажу одну вещь. В Индии есть… Я давно занимался много… Я очень люблю индийскую культуру, индийскую религию и так далее. В Индии в Каджурахо есть такой храм. Вы не поверите. Но на стенах храма же что-то рисуют часто. Так вот, когда вы подходите к этому храму, к Каджурахо, ты видишь одну немыслимую вещь. На стенах этого, прямо у входа, нарисованы мужчина и женщина в разных позах. И они занимаются тем, чем занимаются. Что это значит? Я прихожу в храм. Для меня, да, для меня. И Акамасутру написал в отца Яна. Есть такой, был такой, точнее. Так вот, он это видит. Зачем ему это нужно? Это обозначает… Человек знает. Сейчас, переступая порог этого дома, этого храма, знает, что в тебе самый сильный инстинкт, который в тебе есть, самый мощный. Самый сильный, потому что он связан с рождением новой жизни. Он самый мощный из всех человеческих инстинктов. Поэтому он тебе говорит, что этот инстинкт нужно контролировать. Храм для того и нужен, сейчас, в который ты входишь, он для того и нужен, чтобы ты умел или научился сдержать то, что тебя переполняет. Греки по-другому это переосмыслили. Они сказали, познай самого себя, и тогда ты познаешь всю Вселенную. Почему? Потому что в душе человека заложена Вселенная. Заложена. Это значит, что нужно докопаться до нее. Я вам, наверное, раз в 200 приводил этот пример, который в храме под… Настолько люди… Какой там храм? Нужен нам храм? Ничего нам не нужно. Запыленный. Вот эти комнаты храмовые специальные, да? Все в пыли и так далее, что люди случайно нашли свиток книги второзакония. Царь, царь Юшьяху случайно нашел. Вот начали копать мусор, выбрасывать оттуда. Потому что он говорит, слушай, храм в таком виде не должен быть. И вдруг нашли свиток. Что это значит? Где этот свиток был? Он лежал там изначально. Он давно там, годами там лежал. Обращал я на ее внимание. Знал я о твоем существовании этого. Абсолютно не знал. До тех пор, пока я не начал погружаться в свой внутренний мир. Каждый раз, исполняя какую-то заповедь, каждая заповедь призвана раскрыть в тебе какое-то качество. Это как бы вхождение в свою душу по ступенькам. Каждое исполнение новой заповеди, это когда ты преодолеваешь одну ступеньку. Еще одну, еще одну, еще одну. И помните, награда за заповедь, еще одна заповедь. То есть когда Бог видит твое желание, что ты хочешь исполнить Его Слово, потому что ты Его любишь, а не потому что ты Его боишься. Слушай, я могу из страха, а вдруг моим детям будет что-то плохое. Нет, давай-ка я сейчас лучше исправлю, заповедь исполню. А вдруг сейчас там выйду, Бог накажет, камень упадет на кирпич. Мало ли что будет. Мало ли что будет, да? Давай-ка я лучше пойду и это сделаю. Нет, это хорошо и здорово, это тебя дисциплинирует, но это не высший пилотаж. Человек достоин большего. Человек достоин. Человека должно мотивировать, мотивировать, должны мотивировать более высокие идеи. Человек же не животное, которое... Смотрите, корова, когда она ходит, у нее взгляд изначально вниз. Она только землю видит. Это все, чем она интересуется. В принципе, у животных, у животных в принципе нет такого инстинкта поднимать голову к небу. В принципе. В своем. Но у человека есть и заложен. Он ищет все ответы на небеса. Когда ему хорошо и когда ему плохо, он обращается к небесам. Он поднимает голову туда. Почему? Человек прямоходящий. Животное, оно... Это вектор. Адам, когда называл животных, он видел их направленность. То есть их движение по горизонтали. Они будут развиваться, развиваться вот в этой плоскости. Но человек развивается вверх. Другая плоскость развития у человека. Человек развивается к Богу. Животное дальше земли. Что бы с ним ни было, оно не развивается дальше земли. А человек стоит на земле, то есть опирается на землю. Почему человек приходит на землю? Ведь мы часто задаем такой вопрос, я сам слышу. Зачем нужно было человеку приходить на землю? А потому что именно на земле вот то, что в тебе заложено, ты должен реализовать на практике. То есть ты должен выбрать Бога тогда, когда ты находишься в мире, где нет Бога, где Бог невидим. Ты выбираешь его. Ты его делаешь видением. Вы это видим. Вот в этом ценность твоя. То есть, знаете как, легко и хорошо жить в том обществе, где всем легко и хорошо. Вот души наши там наверху. Что им не хватает? Очень грубо говоря. Кушать, пить, одеваться. Очень грубо говоря. Да, это я сейчас утрирую. Зачем там? Все это нормально, хорошо. Нет. Ты специально приходишь в такой мир, где тебя встречают пропасти, барьеры, преграды, злые языки. Ты вроде хочешь делать что-то плохое, да? А люди осуждают тебя, показывают на тебя пальцем, еще что-то. Вот в таком мире, специально созданном таком мире, ты должен выявить в себе все то драгоценное, все то высшее, что в тебе есть. Когда ты это в себе находишь и это выбираешь, несмотря ни на что, я выбираю вот эту дорогу. Вот тогда ты ценен. Тогда ты золото. Огнем очищено. Это и есть наша с вами земля. Это огнем очищено. Это не значит тебя там чертям бросят и тебя жарить будут на сковородке. Это глупость абсолютная. Абсолютнейшая глупость. Это так пугали людей в средние века. Но сегодня не в средние века, сегодня уже другое время. Людей с людьми нельзя так поступать. Их нельзя вот этим пугать. Их нельзя вот этим пугать, чтобы он исполнил заповедь Бога. Это унижение человека. Понимаете? Это все равно же ты плюнул, простите за такое слово, растоптал человека. Это ты его сравнял с животным. Потому что животное пока не стукнешь палкой, оно не сделает. Потому что оно животное. А человек по другому принципу работает, по другому принципу живет, по другому принципу существует. Поэтому в каком-то смысле каждый из нас должен быть археологом в своей душе. Копать и раскрывать. Потому что чем больше ты копаешь, тем меньше в тебе тьмы. Тем больше света по этому каналу начинает туда проникать. Понимаете, что я говорю? Это очень важная вещь. И в этом процессе помогает тебе твой дух. В этом процессе помогает, не то же помогает, он делает главное. Почему? Потому что когда он видит, что ты это хочешь, он видит, что ты это выбираешь, он видит, что ты... И ты... Есть такое правило. Ты, все, что от тебя зависит, должен сделать максимум всего. И когда ты сказал, что все это, действительно все, что я мог, все, что я мог, и тогда Бог говорит, а вот теперь я. То есть, помните принцип существования этой земли? Человек должен создать основу, а потом на эту основу приходит Бог. Или иными словами, сначала справедливость, потом святость. Потому что святость, она не в воздухе. Она базируется, она основывается. Пока человеческое общество не создает нормальные условия, пока не появился царь Хамурапи со своими знаменитейшими законами, не пришло откровение Бога Аврааму. Пока рядом с Муше не появился его тесть и Тро, не еврей, спуск Торы сверху не был возможен. Потому что внизу базы не было. Это намек. Почему должен был рядом быть тесть, тесть Муше? А это намек, что то, что сходит сейчас Синая, то же слово Бога, оно для всего человечества. Для всего человечества. И всё человечество должно быть готово и подготовлено к тому, чтобы это слово принять. Поэтому, чем раньше, ещё раз возвращаюсь, чем раньше вы откроете в себе свою миссию в этом мире, чем раньше, тем быстрее пройдёт, будет идти процесс вашего роста. Чем раньше я в себе обнаружу вот это высокое, чем раньше я в себе вообще, узная о существовании души внутри меня, потому что многие люди не знают, что такое душа внутри него. Древние мистики говорили, что человек вообще приобретает душу. То есть не то, что она вот у него есть, рождение, и она где-то мёртвая. Нет. Они говорили, что у него вообще её нет. Но когда человек начинает думать, когда он начинает осознавать, когда он начинает задумываться, когда начинает проявлять какие-то качества, тогда она появляется. То есть душа, с их точки зрения, не приходит сверху, она создаётся. Это тоже взгляд, и это очень глубокий взгляд. Я сейчас не берусь судить и говорить, это правильный взгляд, неправильный. Это просто в этом тоже есть смысл определённый. В мире Бога ничего не бывает бессмысленного. Ничего. То, что вы сейчас здесь, в этом тоже есть смысл. Но вот в чём он? Я могу сидеть и думаю, ну зачем мне это сейчас всё знать? Вот зачем мне сейчас вот это знать? Там в Индии храм. А ну мне надо сто лет. Помните, если в мире Бога нет случайностей, это обозначает, что то, что вы слышите, это тоже не случайно. То, что вы запоминаете, это тоже не случайно. Вот к чему стремится ваша душа? Вот найдите эту точку. Вот что меня радует в жизни больше всего? Что меня печалит в жизни больше всего? Что позволяет мне двигаться? Что даёт мне стимул в моей жизни? Вот что? Или кто? Спросите себя, и вы в один момент себя найдёте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok